Здравствуйте, друзья! Вы смотрите свежий выпуск 3D News Daily! В ближайшие несколько минут вас ждут самые интересные новости из мира высоких технологий. HTC One. Это имя уже давно носит не только флагман тайваньской компании, но и целая россыпь смартфонов. Теперь производитель представил новый топовый аппарат и назвал его просто HTC 10. Железо в десятке вполне по сезону. Чип Snapdragon 820, 4 гигабайта ОЗУ и 32 гигабайта встроенной флеш-памяти. Quad HD дисплей с диагональю 5,2 дюйма, 12-мегапиксельная основная и 5-мегапиксельная фронтальная камеры. Аккумулятор емкостью 3000 мАч и джентльменский набор беспроводных интерфейсов. Традиционно для HTC присутствуют приятности для мобильных меломанов. Стереодинамики и цифроаналоговый преобразователь неназванного производителя, призванный обеспечить хорошее звучание в наушниках. И для всех восьмая версия фирменной оболочки Sense, которая позволяет изменять вид рабочего стола в весьма широких пределах. А теперь самое грустное. HTC 10 продаваться в России не будет. По крайней мере поначалу, в мае, когда состоится всемирный релиз флагмана. На нашем рынке появится только HTC 10 Lifestyle. Это более доступная версия, которая отличается используемой системой на чипе, уменьшенным объемом оперативной памяти, другим LTE-модулем и спецификациями USB-порта. Подробности в нашем эксклюзивном материале на сайте. Никто не хочет видеть синий экран смерти, но когда он все-таки появляется, хотелось бы знать почему. В Windows 8 многочисленные подробности крушения уступили место грустному смайлику, а теперь десятка добавила к нему QR-коды. Если неприятность все-таки случилась, вы сможете просканировать этот код с мобильного устройства и быстро найти решение проблемы. По крайней мере, на это рассчитывает Microsoft. Сейчас QR-коды доступны только пользователям превью версии операционной системы. До широкой публики обновленный синий экран доберется летом, когда выйдет Anniversary Update. Компания Festa известна своими разработками в области бионики и робототехники. Ее новейший проект под названием Free Motion Handling относится к последней области. Это дрон, но весьма необычный. Он представляет собой наполненный гелием шар, снабженный 8-ю пропеллерами и системой автономной навигации в помещениях. Ах да, еще он может всасывать в себя предметы. Компания заявляет, что при создании этого механизма она вдохновлялась языком хамелеона. Конкретные планы по выводу этого летающего шара на рынок пока озвучены не были, но Festa полагает, что у него есть практическое применение. К примеру, дрон может доставлять инструменты строителям, работающим на большой высоте. Если, конечно, к тому моменту самих строителей не заменят разумные машины, созданные по образу и подобию еще какого-нибудь животного. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok